Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему городку, Санкт-Петербург называется он, набережная лейтенанта Шмидта 29, архитекторы Риттер, год постройки 1886, еще его просто называют дом Риттера. В 1730-х годах принадлежал Камергеру Старешневу, дом построен в 1720-730-х, и был каменным двухэтажным. Я пользуюсь сайтом CityWall, интернет-ресурсами. В первые дни царственной Анны Анны он получил должность камеры юнкера. Жил безбедно. Перед смертью императрицы Анны Анна назначает своим преемником двухмесячного Иоанна Антоновича и определяется Старешневу Камергером к его двору с окладом 1396 рублей. А через месяц Старешнев подписался под манифестом об отречении Берону от реинства. Награжден орденом святого Александра Невского, Старешнев был возведен в чин тайного советника, что соответствовало генерал-лейтенанту. Обвинен в выведывании разнообразных сведений о жизни императорского двора в пользу Астермана, что позволило тому быть в курсе всех событий и влиять на государственную политику. Вот как пишут, что Василий Старешнев с допросом показал. Он и Ди Астерман приказывал ему, чтобы он при дворе о всем происхождении проведывал. В 1790 году дом принадлежал турецкому паше Баталбею. В 1886 году проведена значительная реконструкция при владельце архитекторы Рихтери. Был изменен фасад, надстроены дворовые флигели. Что касается Риттера Александра Андреевича, архитекторы, он учредитель Петербургского общества архитекторов, ученик Академии художеств. В 1861 году получил вторую серебряную медаль за проект дома архитекта. В 1863 звание свободного художника. С 1890-х годов дом принадлежал наследственному почетному гражданину Кууму. С 1900-х домом владел Утерман. Франц Утерман богатый немецкий фабрикант. Главный акционер российско-американской резиновой мануфактуры. После революции завод стал называться Красный Треугольник. Член совета директоров пивзавода Бавария, обувной фабрики Скороход и респектабельного учетного и судного банка. Прибыл в Петербург в 1866 году, открыл их миссионерскую контору и занимался в основном торговлей лесом. Вот еще некоторые данные по этому дому. С 1787 по 1794 года принадлежал типографу Тридяковскому. Затем в 1820-х годах участок принадлежит придворному коммергиеру Пароланду. Был застроен по периметру. Ну а где-то в 1820-е годы дом был перестроен в классическом стиле. В 1857 году дом приобрела жена купца Моргана. И уже в 1858 году архитектор Реймерс осуществил перестройку здания. Был устроен главный вход. Окна верхнего этажа обрамлены профилированными наличниками. Перестроен дворовой флейли. Так вот, говоря о Бутермане, когда он приобрел дом, он поручил архитектору Гедеке его перестройку. Гедеке переделал фасад в стиле эклектики, надстроил карниз. Предполагает, что именно Гедеке принадлежит проекту уникальной дубовой парадной лестницы, которая осталась с тех времен практически в первозданном виде. На стенах парадной лестницы модный в то время художник-профессор живости Клевер написал три картины «Зима», «Весна» и «Запущенный парк». Выполнены они в технике энакустики с помощью воска, придававшего живописи матового вида. Картина сохранилась до сих пор. Кстати, в 1888 году великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств, приехал посмотреть новую работу профессора живописи Клевера. Утерман собирал произведения искусства 19 века. Четыре зала билетажа были украшены собранием картиной Вазовского, Орловского, Маковских, Зичи, Клевера, ну и других. Таких как Кнаус, Дефрегер, Ватры. В начале 20 века Утерман передал дела своему сыну Францу Францевичу, выпускнику юридического факультета Петербургского университета, и он распродал часть коллекции и вернулся на родину в Германию. Известный художник и искусствовед Бенуа в журнале «Старые годы» за 1908 год писал «Это скорее роскошная обстановка, выдержанная почти вся в духе 18 века. Вещи служат, а не выставлены на показ. Гостиная у Термана производит впечатление дворцовой комнаты где-нибудь в Трианоне. На полу разложен роскошный ковер времен Людовика XVI по стенам. Расставлена великолепная золоченная мебель, благородных форм и тончайшей резьбы. После революции Терман эмигрил в Германию, а в его особняке расположился детский дом. В 1965 году здание было передано детской музыкальной школе номер 11 Василеостровского района. Здесь жил скульптор Матвеев, русский советский воятель, искусствовед, мастер и педагог, оказавший своим творчеством знаменитое влияние на развитие современного пластического искусства. Была контора здесь Рижского пароходного общества, владелец с 1871 по 1898 год Даль Николай Фридрихович Карлович. Такая фамилия. После смерти контора перешла к сыну Далью Николаевичу Эжену Николаевичу до 1930 года. Ну вот, наверное, пожалуй, и все, что можно было найти о доме по адресу лейтенанта Шмидта, дом 29, доме Риттера. Я пользовался, видимо, из интернета. Прекрасный сайт сети Лейтенанта Шмидта 2 3 4 4 1 Субтитры сделал DimaTorzok